Предстоящий сезон по гриппу будет достаточно напряженным. Об этом говорят медики. Поэтому необходимо привить не менее 60% населения, а также 75% людей, входящих в группы риска. Это дети 6 месяцев, школьники, студенты, медработники, беременные женщины, работники организаций торговли, транспорта и другие. В республике сели общественные профилактики проводят вакцинации, инактивированные вакцины отечественного производства савигрипп от гриппа и гамгоид-вак от коронавирусной инфекции. У лис хроническими заболеваниями, при заболевании органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, хронической почечной недостаточности, сахарным диабетом, именной дефицитой. У пожилых людей 165 лет, у беременных женщин вакцина ультрис-квадры, детям савигрипп, детские шприц-дозы для детей старше 6 месяцев. Как заверяют медики, вакцины формируют высокий специфический иммунитет против гриппа и коронавируса. Поэтому заблаговременная профилактика в виде вакцинации – это лучшая защита для организма. После получения вакцина снижает риск заболеть, получить осложнение или даже умереть от комиссионных заболеваний. Вакцинация сдерживает распространение болезней. Если перестать прививаться, иммунитет ослабнет, инфекции вновь возлют вверх. Отказ от вакцинации приведет к вспышкам болезни и возрастает число больных. Вакцина спасает многие человеческие жизни – 2-3 миллиона ежегодно. Грипп в сочетании с COVID-19 крайне затрудняет правильную постановку диагноза и назначение правильного лечения. В таких случаях вакцинация помогает избежать самых неблагоприятных исходов в случае заражения человека сразу двумя инфекциями. Основным источником инфекции является больной человек. Существует два способа передачи инфицирования инфекционными заболеваниями. Первый основной способ – это воздушно-капельный, то есть по-другому называют аэрогенный. Это когда вирус перелетает по воздуху, которые вырываются изо рта больного человека. Второй способ – это контактно-потовое, то есть через рукопожатие с носителем инфекции и через зараженные предметы и поверхности. Крайне важно привиться от гриппа и коронавируса перед началом эпидемического сезона. Также соблюдать правила личной гигиены, здорового образа жизни, например, закаливания и сбалансированного питания. Меры профилактики, которые врачи советуют всем, не посещать скопление людей. После каждой поездки в общественном транспорте, приходу домой, тщательно вымыть руки или пользоваться антисептическими средствами. Если вы все-таки заболели, обратитесь к врачу, оставайтесь дома, чтобы в дальнейшем не распространилась инфекция. Отмечается, что к началу сезонного подъема заболеваемости гриппом и простудой нужно переходить к активным мерам профилактики как взрослыми, так и детьми.